Ну, пока ничего особо интересного не произошло. Непонятно, зачем ваять такой модный экран. Наверное, ну, когда будут прилетать большие корабли инопонятяны, и у меня будут более развитые технологические, более развитые самолеты-перехватчики, то, наверное, на том экране будут происходить какие-то маневры охуительные. А может быть, не будут. В любом случае, мне кажется, слегка излишним. Ну, полетели. О, теперь другой страны. Ну, конечно. Почему при перехвате ИНЛО, когда мы по нему стреляем, там видно, что он пытается как-то клониться, а когда ИНЛО у нас стреляет, мы летим просто, блядь, на вражеский выстрел. Охуительная. Хуительная тактика. У меня просто нет слов. Запускаем дальше. Стоп там. Я только что видел внизу. Абдакшн был написан. Я пропустил Абдакшн. Мне показалось, что там действительно было. Какой-то город они захватывали, блин. Я думал, какие-нибудь уведомления будут. Ладно, едем дальше. Local forces have downed a small alien craft. Окей. Давайте пошлем туда наш дропшип. Ночью энгей, чеки. Шуточки от разработчиков. Куда без этого. По-моему, они у меня зависли. А, нет, нет, смотрите-ка. Удивительно. Крэш-сайд-1. Дропшип приближается к НЛО. Это вражеский непланетный корабль. Приземлился неповрежденным. Команда в полном порядке. Ожидайте тяжелое сопротивление. Остальная цель на миссии. Захватить артефакты. Избегайте разрушения ценных технологий. И удачи, командор. Приведите своих солдат живыми. Условия победы. Уничтожить всех инопланетян. Или захватить НЛО и протяжаться 5 ходов. Звучит интересно. Итак, сделаю немножко потише, наверное. Никакого масштабирования. Блин. Колесом мышки можно будет переключать солдат. Я бы предпочел, чтобы можно было менять масштаб. Ладно. Что мы имеем? Солдат. Тип выстрела. Так, вот это надо будет отключить в следующий раз. Я понял. А, нет, стоп. Там же мы вообще не могли никаким образом повлиять на подсказки. Окей. Присесть, видимо. Рюкзак. Домик. Этот экран позволяет увидеть детальную статистику о выбранном солдате, но пока оно еще не работает. Окей. Можно приседать. Шо? Окей. Эй, эй. Ну, это режим истребляет, я так понимаю. Окей. Вращать карту никак нельзя. Окей. Вместо того, чтобы показывать, сколько очков потратится на движение, он показывает, сколько очков останется после движения в указанную точку. ну, спорное решение, конечно. Ну, ладно. С одной стороны, оно избавляет нас от вычислений, но с другой стороны, блин, вычесть из одного числа другое не так уж сложно. Это, видимо, местный житель. Хотя я не уверен. Графон, кстати, выглядит спорно. А, нет, это, наверное, не совсем местный житель, а те самые местные силы. Давайте аккуратненько выведем всех тогда. Посмотрим, что нас ждет. Карты-то здесь есть? Нет, карты, видимо, нет. Печально. Здесь тупик, видимо. Немножко топорно они двигаются. Какие-то дома. Одиночными, либо, наверное, по очередями. Честно говоря, вот они как-то выходят с корабля и как будто по воздуху, блин, идут, хрен его знает. В общем, ощущение от графики у меня спорное. Потому что как-то все мелко нарисовано и не знаю, как-то как-то никак-то. нет, конечно, местность сделана получше. Но на уровне, ну, не знаю, на уровне начала двухтысячных, честно говоря. если все, чем смогут похвастаться ксенонавты, это вот такая вот графика, ну, поддержка больших разрешений и графика, и, ну, ну, чуть более удобный интерфейс, то это печально. на самом деле хотелось бы видеть больше инопланетян, больше контента. Не пять там или шесть видов инопланетян, как было в первом скроме, чуть больше, может быть, до десяти, да, а штук двадцать. Больше видов вражеских кораблей, больше каких-то случайных событий на карте. Потому что, ну, также интересно, как выглядит боевая система, сдвигать солдатиков, конечно, вернее, реализовать движение солдатиков дело нехитрое. Меня больше интересует, как вообще выглядят перестрелки. Потому что я вот вспоминаю вышедший не так давно XCOM, новый. И временами хочется ругаться нехорошими словами, но, честно говоря, вот я сейчас смотрю на это, я, конечно, понимаю, что очень глупо сравнивать XCOM новый с его бюджетом и серьезными компаниями, зарабатывавшими его, и вот эту поделку. Но за эту поделку тоже просит денег. И я не помню, сколько там стоил XCOM в момент выхода, но вот за это в стиме просят 400 рублей. На своем сайте, по-моему, они там 20 баксов, что ли, просят за это. за альфа-версию невнятного, ну, пока что невнятного содержания. Пустые локации. Верхних этажей пока тоже не завезли, видимо. я наверное очень сильно придираюсь к альфа-версии, но все-таки пилили ее достаточно долго, на мой взгляд. Выглядит пока не очень, если честно. Средненько честно говоря, выглядит. Окей, стрельба в меня попали. Так, кто там в меня стрелял-то? и даже укрыться негде. 14 очков нет, давайте отступим куда-нибудь. Сложно понять, насколько укрыт мой солдат вот за этим сооружением. Давайте сюда подвинем его. Так, здесь можно как-то вот, отлично, может кнопками двигать камеру. Ну, ночная миссия, кто бы что не говорил, поэтому свои сложности в этом есть. Честно говоря, после этого хочется взглянуть на OpenXcom, который я тут недавно понятал. то же самое, абсолютно тот же самый XCOM, что и первый. Он бесплатен, но разработчики у себя на... Ох ты, разрушения даже какие-то есть. Разработчики у себя там на сайте пишут, что для работы OpenXcom нужны файлы оригинального XCOM'а. И ненавязчиво предлагают приобрести его в Steam'е. Так, кого-то заметили. Колодец. Ага, вот он. Все. 1% видим вероятность попадания. Ну, это круто. Отлично. Это что-то на уровне нового XCOM'а с его непонятно как рассчитывающимися процентами. Это что-то я не понял, кто-то в своего попал. Ага, сломали свой колодец. Сражаемся мы с какой-то подкачанной версией сектоидов. Они высокие, но серые. 21% шикарно. 14%. Давайте очередем. Окей. Все, да? Ну, с другим ком надо близко подходить. Это понятно. Окошко открыть нельзя, да? Шикарно. Snap. Что значит ТЮ? Что значит ТЮ? Какой-то инопланетянин очень удачно мне помогает, стреляя в спину своему товарищу. Какая-никакая хардкор она здесь, конечно, присутствует, потому что инопланетяне виден дальше, чем мои солдафоны. Екатерина Кузнецова из Блидинг. дальше, мои солдаты, прятаться, честно говоря, тут даже и негде. Короче, тетку мы потеряли, невелика беда. Отлично. Пришель создал какой-то победный вопль и сдох, попутно потеряв какую-то красную херню, похожую на банку кока-колы. Здесь еще кто-то был. Надо быстро подвигаться вперед, иначе мы так и будем стоять здесь. Хорошо. Так, кого-то у меня убили. Еще кого-то у меня убили. По-моему, Екатерина Кузнецова загнулась. Давай потерял трех из восьми. Угу, два. И с той стороны еще один, как минимум. я, блин, вижу, как у этих чуваков в руках есть какое-то оружие, типа автоматов. блин, почему они бегают просто туда-сюда? форма корабля явно откуда-то спиржена. Я не могу понять откуда. Что-то она мне очень сильно напоминает. Отлично. так, ты не сюда. Шикарно. Чувак с дробовка стреляет точнее, чем вот этот чувак с автоматом. Это баба. Окей, все понятно. Опс. Назад. не получится. Боюсь, кого-то мы потеряем. Сядь, я сказал. Плюс с этой стороны тоже есть некоторое инопланетное присутствие. вообще пока игра выглядит как средненький паршивый тактический тактическая стратегия. Сейвиться. О, сейвиться можно. Ну, шикарно. Давайте посейвиться. сейвиться. Спасибо. 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 Продолжение следует...